И еще капремонтия. 1 января 2016 года вступил в силу закон, который дает право субъектам страны освобождать от платы за капитальный ремонт и снижать ее размеры для пенсионеров старше 70 лет. Закон, который Владимир Путин подписал в конце прошлого года, носит рекомендательный характер. Все-таки экономическая ситуация в разных регионах разная и чаще всего непростая. Тем не менее, уже к началу февраля этого года более 10 субъектов страны воспользовались таким правом поддержать старшее поколение. В апреле к ним присоединилась и Чувашия. Соответствующий закон глава республики Михаил Игнатьев подписал в начале месяца. В соответствии с жилищным кодексом у нас право на компенсацию по взносам на капитальный ремонт имеют одиноко проживающие граждане старше 70 лет, там 50% компенсируется, старше 80% 100%, либо семьи, состоящие только из этих категорий граждан. Компенсация предоставляется из расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт. Напомню, сегодня это 5,80 рублей, 5,80 копеек. С квадратного метра общей площади квартиры. И исходя из социальной нормы жилого помещения на одного жителя, который у нас в Чувашии установлен, если это одиноко проживающий гражданин, 33 квадратных метра. Объясню на практике. Допустим, у нас одиноко проживающий гражданин старше 80 лет живет в двухкомнатной квартире в стандартной 50 квадратов. Он будет получать компенсацию за 33 квадратных метра. Формы предоставления льготы регионы выбрали разные. Так, пенсионеры в Москве, которые освобождены от взносов за капремонт, не платят. А те, у кого 50% скидка, платят, соответственно, только половину. В Чувашии механизм предоставления льготы будет другой. Компенсация расходов по взносам на капитальный ремонт оплачивается при открытой задолженности по взносам на капитальный ремонт. Таким образом, получается, что сначала денежные средства нужно оплатить, а потом только будет из бюджета предоставлена компенсация. Сам порядок именно получения компенсации, на сегодняшний день он проходит процедуру согласования в кабинете министров и постановление кабинета министров будет принят. Выплачивать компенсации планируется ежеквартально. Таким образом, пенсионеры Чувашии, которым положена льгота, смогут получить возмещение за апрель, май и июнь в первый летний месяц.